Всем привет! Добрый день, добрый вечер! Одзиты из Канады. Сегодня будем смотреть на витрины, рассматривать, разглядывать. Не просто витрины, а витрины люксовых магазинов. Это всегда интересно. Ну, не купить, так хоть посмотреть, правда же? И начнем мы с витрины. Это мультибрендовый магазин. Здесь продаются бренды разные. Всякие, как вы видите, Живанши, Фенди, Бербери. В общем, все-все-все-все бренды. И привлекло мое внимание в этой витрине вот бесподобные цвета. И вот этот вот сиреневый пиджак, шикарный сиреневый пиджак, на котором сейчас наплывет камера, и мы его будем рассматривать. Я не уверена, какой это бренд, потому что вот так вот не видно, вот он висит и висит. Но он очень красивый. Ну, до чего же он красивый? И снова мы возвращаемся к этому тренду, сиреневый цвет. Вот вы видите, что люксовые магазины тоже как бы следуют. Вернее, они задали, скорее всего, этот тренд, а уже масс-маркет пошел по их стопам. И, кстати, вот не просто сиреневый, а сиреневый в комбинации вот с таким вот салатовым, травяным именно цветом. И посмотрите, вот на витрине, с чем они предлагают нам носить этот пиджак. Со шлепанцами такими резиновыми, с сумочкой из ткани, с какой-то сумочкой-паучем таким, типа как пенал детский в школу, и кроссовками разноцветными. Вот мы переползаем с вами плавно, очень плавно на соседний манекен. И здесь тоже сиреневый с зеленым. И видите, вот это вот сочетание сиреневого и зеленого, оно все время перекликается, все время где-то попадает то в один комплект, то в другой. И все время, в общем, оно где-то присутствует. Блузка, кстати, непростая. Она была такая интересная, с таким разрезанным рукавом. То есть рукав очень обычный, но как бы он разрезан, получается, что рука видна. Вот, кстати, джинсы. Обратите внимание, джинсы клешные, широкие такие клешные джинсы, но короткие, не длинные. Длинные в пол, по-моему, сейчас не в моде. А вот такие вот клеша, ну, такие, знаете, немножко как подстреленные. Вот сейчас, по-моему, самый виск. И туфельки. Туфельки, конечно, сплошное очарование. Кружева, каблук. По-моему, это... Это было название. Ну, в общем, вот эти вот с шипами, которые... Ой, вылетело от головы. Сейчас вспомню, подождите. Господи, ну, Валентина. Конечно же, Валентина. Вот это с шипами, которые... Ну, в общем, старость, не радость, девочки. И сумочка тоже салатова, тоже в цвет. Видите, как она подходит к листикам на рубашке. Прямо вообще один цвет. И сумочка, по-моему, Барбари. Вот это вот их новая коллекция, когда буква Би на сумке. Но, может быть, я ошибаюсь. Девочки-знатоки, поправьте меня. Гуччи. Переходим плавно к витрине Гуччи. И посмотрите, Гуччи вернулась к своим, так скажем, истокам. Вы помните, какое-то время назад, ну, довольно какое-то уже время назад, Гуччи стала выпускать сумки с какими-то цветами разноцветными, раскрашенные, с аппликациями. В общем, все было очень цветное и такое пышное. А сейчас все очень скромно, все очень классически. И это вот такие вот Гуччи, по-моему, 90-х, начало 2000-х. Абсолютно шоппер, канва и их пряжка вот эта вот Гуччи. Никаких изысков, никаких наворотов, никаких цветов, ничего. Все очень скромно. Вот шоппер не канва, а просто кожаный, но тоже с их пряжкой. Очень минималистично, я бы сказала. И да, по-моему, это Гуччи винтаж, я бы сказала так. То есть они сами себе сделали коллекцию своих винтажных сумок, которые, в общем-то, были у них в продаже лет 20 назад. И они, в общем-то, вернулись к этому дизайну. Ну, 80-е, 90-е в моде. По-моему, все-таки это 90-е. Опять же, я не большой специалист, поэтому поправьте меня, девочки, кто разбирается лучше. Витрина Ив Сен-Лорана радует постоянством. Вот кто никогда не возвращается к своему винтажу, это Ив Сен-Лоран, потому что он никогда от него не отходил. По-моему, вот сколько я помню, Сен-Лоран делает вот эти вот сумки, очень-очень простые. Сумка такая, конверт с их логотипом. Они просто делают их в разных тканях, из разных материалов. Вот эта была белая, по-моему, такая буклированная, типа меховая или что-то такое. А вот это или замш, или бархат, по-моему, бархат. И вот эти сумки много-много-много лет продают в Сен-Лоран. Они никогда, по-моему, не придумывают ничего нового. Вот сколько они, сколько я помню, сколько я видела Сен-Лоран, столько у них одно и то же. Ну, видите, вот Гуча вернулась к своему винтажу, а Сен-Лорану и не надо. Я, кстати, обратила внимание, приблизила и стала смотреть вот на эту вот стенку сзади, мрамор, ну, потому что я сейчас затеяла ремонт дома и всякие отделки, отделки стен типа мрамор в ванной меня очень, очень интересует. Поэтому я с интересом рассматривала стенку. Это бренд Тори Берч. Вы знаете его, я вам рассказывала про него. Это очень известный, популярный бренд в Америке и в Канаде. Это не люкс, но и не масс-маркет. Это такой крепкий, хороший, дорогой миддл-сегмент, который, в общем-то, все очень любят. И вот тоже, кстати, посмотрите, шоппер. Совершенно обыкновенный шоппер, сделанный из канвы. Канва с логотипом Тори Берч. И тоже без изысков, без всяких наворотов. Как бы все идет к такому упрощению, упрощению дизайна, как мне кажется. Ну, а вот туфли, кстати, наоборот. Я хочу сказать, что это вот этот вот тренд на украшение обуви цепями, пряжками, большими, блестящими какими-то украшениями и аксессуарами. Он появился, по-моему, в прошлом году. И вот он шествует, так сказать, по планете, продолжает нас радовать. Это такие туфли, знаете, типа Луи Филипп. Вот когда-то вот носили такие вот с пряжками, с большими цепями, с большими украшениями, со стразами и все такое. Значит, платье. Платье у них... Одно платье в витрине стояло, вот такое вот в цветочек, с такими какими-то сложными поясами, с какой-то оборочкой спереди, из кружев. Ну, такое, очень такое, знаете, стиля Прованс, по-моему. Симпатичная, кстати, хорошая платьица. И второй рядом такой, знаете, варушная крестьянка, ну, такого ярко-оранжевого цвета. И платок они так сверху повязали, чтобы добавить вот этот вот флёр, такой, знаете, какой-то деревенской девушки где-то вот в полях. Как-то вот так вот у меня... Как-то сложилось, сложился образ вот таким вот образом. Немножко монашка, немножко крестьянка, в общем, какое-то что-то такое интересное, необычное. Ну, вот. Дальше у нас кто? Сальваторо Феррагамо. Очень такое цветное, прям такое цветное платье Феррагамо в стиле, даже, я бы сказала, Дольче Габбана. Прямо там всё, и леопард, и цветы, и всё намешали. И их такие традиционные уже балетки, и не только. И вот такие вот цветные босоножки, и вообще много-много цветных вещей. Вот сумочка такая, очень разноцветная, по-моему, как-то тоже не совсем в стиле Феррагамо, но вот, во всяком случае, какой-то платок такой разноцветный, как-то они вот перешли к чему-то очень цветному, разнообразному. Майкл Корс. Майкл Корс тоже как бы себе не изменяет в том, что Майкл Корс продолжает усиленно сдирать, передирать, и копировать, и вдохновляться брендами другими. Вот удивительно просто сумка тоже типичной Валентина, такая тоже со стац, вот знаете, с шипами на цепочке, очень похожая на сумки Валентина. И меня это удивляет, потому что Майкл Корс не дешевая компания, Майкл Корс компания, которая, в общем-то, считается дорогой, такой, в общем-то, известной, но они, у них ничего нету своего, но никогда. Вот все, что делает Майкл Корс, это все какие-то копии, какие-то, ну вот, что-то такое, как они называются, вдохновляются кем-то, но за такие деньги, что они продают, они могли уже придумать что-то свое, как мне кажется. Я понимаю, когда Зара вдохновляется, но Майкл Корс, я никогда не видела чего-то, что было бы, как бы, оригинально их. Вот еще одна сумка Майкл Корс, но если это не сумка Валентина, то тогда я уже не знаю, что такое сумка Валентина. Да, вот такая вот политика у Майкл Корс, и недаром, недаром их популярность как-то сошла практически на нет, хотя они, по-моему, до сих пор пытаются себя как-то позиционировать кем-то очень-очень оригинальным и дорогим брендом, и таким, знаете, уважаемым брендом, но, по-моему, как-то с волнам любви к Майкл Корс ушла, поэтому, ну и не зря, ну правда, ну сколько можно копировать как бы одно и то же и разные другие бренды и выдавать это все за свое. А вот бренд Коуч меня радует, потому что они тоже очень долго занимались тем, что выпускали сумки очень похожие на какие-то, какие-то другие сумки, а сейчас у них появляются какие-то интересные новые модели. Ну вот эти, кстати, вот эти, кстати, шопперы, это тоже как бы возврат к старому, к старому бренду, к старым моделям бренда Коуч, а вот эта сумочка интересная, смешная такая, знаете, с какими-то там яблочки, перчики, фрукты, в общем, какие-то что-то необычное. Все, девочки, на сегодня все, всех люблю, всех целую, всем пока, увидимся совсем скоро в следующем видео. С вами была ваша Дита.